всем привет парни я на охоте каждый раз заставляю себя сделать одну и ту же вещь одни и те же действия нужно проделать как находишься на охоте когда только приехал я себя прям заставляю это делать потому что не каждый раз получается во первых делать но это правильно перед тем как пойти на охоту нужно проверить мат часть я сегодня охочу с карабином поэтому мне нужно проверить мой тепловизор и карабин пойдем к мишеням глянем как там это первое попадание выше это второе произвели два выстрела все они попали чуть выше нужно ввести поправку и будет все в порядке контрольный отстрел и можно идти на охоту вот на попадание чуть-чуть ниже надо чуть поднять по центрам все отлично попадание вы сами видели это 9 ниже яблочко ввиду поправки и сделаю еще один контрольный выстрел делайте это каждый раз и вас ждет успех увидимся на охоте парни идея следующий выдвинулся в охот хозяйства значит обозначили границы участков сказали ищи ищи шильника либо кабанчика маленького ну вот я выдвинулся уже в лесок здесь уже немножко прошел нашел какую-то дорогу которая проходит посередине охот хозяйства вот иду потихоньку по ней буду искать следы переходы сегодня первый день выпал снег поэтому переходы все будет видно буду пробовать обрезать до темна как станет темно включим тепловизор и будем искать получится не получится не знаю но очень хочется выследить этого зверя пожелайте мне ни пуха ни пера сложная охота предстоит думаю на маясь на маясь я пошел уже друзья хожу уже очень долго наверно часа три с тепловизором смотрю леса поля двигаясь по намеченному маршруту который пролегал через леса вдоль полей мне удалось заснять несколько интересных животных которые не подходили под объект для охоты но очень интересно было за ними понаблюдать пробравшись через пролесок я выбрался на край поле поле оказалось вспаханное и на нем я увидел стадо кабанов пройдя краем поля я вышел на небольшой закуток разделенный небольшим пролеском и вдруг я увидел заяцем Немного передохнув, я двинулся вглубь леса по тропинке, которую набили лесовозы. Пройдя около пятиста метров, я наткнулся на вышку. Короче, друзья, ситуация следующая. Пройдил я, пройдил по этому охоту Годиев, наткнулся на вышку, забрался на нее, замка нет. Короче, замерз, решил погреться чуть-чуть и не может подождаться на этой вышке. Отогревшийся от прогулки, я решил окинуть взглядом под кромочную площадку и вдруг я увидел движение на заднем плане. Это был кабан, да не просто кабан, это был сикач. В этот раз на добычу сикача у меня разрешения не было, поэтому я просто за ним наблюдал и наслаждался природой. Кабан с осторожностью выходил на подкормочную площадку. Изменения в виде снега на подкормочной в первую ночь для него были шоком. Хрустящий снег под его копытами создавал ему еще больше дискомфорта и каждый шаг для него был настороже. У меня было достаточно времени, чтобы испытать все функции тепловизионного прицела Пульсар. Давайте просто понаблюдаем за этим красивым диким животным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видел только кабана. Поснимал его. Хороший такой, классный. Но я приехал за оленем, поэтому кабана не стал стрелять и его нельзя стрелять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, сейчас я думаю пару чашек чая горячего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И буду двигаться дальше. Буду искать оленя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время еще есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время, наверное, часов девять вечера. Я думаю, до полуночи я буду бродить и искать Потом буду вызывать подмогу, чтобы меня забирали Ладно, короче, сидим на вышке, греемся Все хорошо, охотимся Иду по навигатору Навигатор мне говорит, что впереди еще два поля Дойду до них, есть там никого Буду сворачивать это мероприятие А так вообще класс, погода отличная Ну, для меня так вообще, я люблю такое Не очень холодно, морозчик градусов 5, наверное Снежок выпал, хрустит Короче, кайф, хожу, отдыхаю Мне прям все нравится Ладно, увидимся, дойду до полей Может что, поснимаю с тепловизора Проходя через пролесок В кустарниках я увидел оленей Я замер Стрельба была практически невозможной Из-за плотных зарослей кустарника Я стоял как копанный Не имея ни малейшего шанса сдвинуться Подо мной был хрустящий снег И я просто выжидал С трудом мне удалось измерить дистанцию до цели Она составляла 78 метров Наконец-то я дождался, пока зверь подставится Затаив дыхание, я медленно начал нажимать на спусковой крючок Держит Готов Вот такой рахит Друзья мои Это того стоило Долго ходил Долго искал Но Все хорошо закончилось Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok